всем привет меня зовут татьяна и вы на моем рукодельном канале сегодня пятница 1 марта поздравляю всех с наступлением весны и у меня до теперь уже сменилась на сакуру такая более весенняя картинка пусть будет вот так хотя влог мы начался еще зимой но сегодня у нас уже весна это будет весна а так ну что в этом влоге все как всегда вязание торопышком я начала палантин вязать немного я связала почему я связала немного я немножко затрону эту тему дальше повторяться уже не буду поэтому вам приятного просмотра и уже увидимся в конце этого видео всем привет 25 февраля у нас сегодня воскресенье начинаю запись своего нового вязального влога сразу выложила пряжу вчера у нас была встреча клуба 28 петель питер и вчера у нас приходили такая пара интересная я не знаю муж женой они или брат сестрой я этот вопрос не знаю на просто молодые люди и принесли очень много пряжи очень много шерсти очень много красивого хлопка вообще все были довольны и счастливы и всем досталось пряжи кто хотел взять поэтому и шотландский твит был и секрет успеха и деревенская всякая разная в общем пряжа была классная я взяла вот что я взяла деревенька такого цвета конечно чтобы ее покрасить да она очень толстая на 100 грамм 170 метров я не помню вот эту пряжу те же молодые люди приносили ли кто-то еще у нас был с пряжей вот но я хочу ее комплект и я не буду вязать из ну одежду я имею ввиду там шапочки опять пришел код сразу видно дать 7 я хочу ее покрасить и связать прям на крупных спицах наверное на пятерке пледы просто лицевую гладью до чтобы он не был слишком тяжелым вот я покрашу однозначно эти три матка и у меня это получится наверное два пледа еще взяла вот такую деревеньку я не знаю получится ее покрасить или нет возможно буду вот с этой крашеной добавлять ну в общем не знаю вот такой толстой пряжи мне 4 матка дальше у меня есть секрет успеха вот такие два цвета их я скорее всего красить не буду но вот этот еще возможно вот это точно нет и вот у меня еще чеки . порвалась вот такой еще секрет успеха от пехорки вот этот моточек я сразу начну вязать а я начала вязать комплект то с такой пряжи это тоже секрет это секрет тоже успеха да я связала только шапочку и заполосачивать с этим голубеньким мне кажется хороший будет комплект в общем мне здесь хватит на большой комплект вместе с пледом вот это дело я буду продолжать вязать да вот так в куче и еще у меня есть три вот таких моточка шерсти это иринка моя вязальная подруга ирина тебе привет ты меня смотришь ира тут пробовала заказывала вот эту пряжи до от швей торга милане она ее поджигала говорит все с ней отлично здесь 50 грамм эти киточки так заправлено в общем здесь 50 грамм сто процентов шерсть вот метраж хотела найти а 50 грамм сто двадцать метров хороший принципе метраж вот написано стопроцентная шерсть и ира решила угостить меня вот такими моточками попробовать связать вот 150 грамм здесь всего обязательно что-то свежего ира спасибо тебе так и шерсти это все у меня с прошлого раза столько шерсти в корзине и вот это наверное уже туда не войдет я отложу наверное куда-то в другое место сейчас я это уберу и покажу вам хлопок какой я взяла не теряйте меня я здесь хлопка было очень много разного я что-то не спросила как зовут девушку до которая приносила с парнем вот эти вот эту всю пряжу они первый раз покупали общались с нашим координатором людмилой и потом она сама захотела вообще так как я вижу много игрушек у нас еще есть татьяна танец я привет она тоже меня смотрит которая тоже очень много вяжет игрушек очень классных с мелкими детальками которые я не люблю вязать пришивать а вот ну и девушка это интересовалась какую лучше все-таки какой лучше хлопок какого метража лучше покупать хлопок и она тоже заинтересовалась с вязанием игрушек мы надеемся что она к нам присоединиться очень много было хлопка я сейчас вот выложу да где так вверх тормашкой если не буду уже тут поправлять у меня вот в таком мешочке он лежит это мешочек мешочки из фикс прайс для хранения овращей фруктов они идут вот так зип застежкой классно вот я выложу я вот с такой пряжи вообще не вязала вот это я с этой я знакома сейчас я выложу и вам все покажу пряжи хлопка было очень много это малая часть до того что я взяла так как игрушек у нас в клубе вяжут очень мало кто в основном из такого количества до больших это я и татьяна еще одна ксюша в этот раз у нас не знаю ксюша смотрит меня или нет ксюша в этот раз много морковок принесла ну а в основном так массово ну не вяжу да поэтому хлопка если шерсть разбирают моментально потому что все в основном вяжут из шерсти то хлопок конечно если много приносит то не всегда его разбирают да потому что мало кто вяжет игрушки тише кот у меня тут покажись нам сюда видно только на вот шубку с лапками ладно ни разу не вязала из такой пряжи может быть как-то давненько я не помню так альпина катрин название наверное турецкая пряжа так здесь 50 грамм 140 метров произведено ой девочки долго буду сейчас искать нет наша что ли витекс в общем не знаю девочки чья это пряжа тут что-то все по заклеена так видите они чтобы не разматывали все заклеены не могу до конца прочитать вот это вообще произведено в македонии на европейском оборудование до интересная в общем пряжа ладно да какая-то на 100 грамм идет ой на 50 грамм идет 140 метров какая-то на 50 грамм тут вот разные названия идет 200 метров и какая-то вот это по-моему да смотрите какая красивая на 50 грамм 175 метров то есть три вида разной пряжи вот такие вот здесь вот такие цвета красивые вот еще к ним да вот такой а вот такие разные моточки красота в общем с такой пряжи я вязала это вяжется в две нити она тоненькая это ажурная от пехорки многие ее знают да кто вяжет из хлопка на 50 грамм 280 метров то есть две нити сам эту тишечка уйди а то у нас совсем темно давай давай все так это у нас тоже а это успешная да это было ажурная это успешная тут у нас что с метражом здесь на 50 грамм 220 метров тут в две как бы будет толстая в одно тонкая сюда нужно будет какой-то под мод может быть нитку ириса и вот это тоже такая же успешная красивые цвета это тоже вот это альпина на 50 грамм 280 метров это в две нити будет отлично произведено в северной македонии на европейском оборудовании изготовитель vtex адрес велес улица ну тут улица и траляля до северная македония вот оказывается кто это у нас и вот такое еще у меня это успешная тоже да такая вот столько хлопка у меня у меня еще идет посылочка от тани волынкиной канал у нее так и называется она мне отправила очень много хлопка ну говорила что отправить да я еще посылка не получила обязательно вам покажу что там много хлопка должно быть на игрушки и шерсть торопышка так все убираю вот это дело раз у нас тут пряжа для торопышек вот моя корзинка особых продвижений нету а у меня готов осьминожка один вот с такими спиральками и я начала сову кстати в на прошлой неделе первый раз попробовала это лизы было с нее очень тонкие спиральки получается если столбиками без накидов вязать и я всегда вязала со столбиками с накидом но все равно они как бы толстоватые вроде и я попробовала вязать полу столбик с накидом отличные получаются спиральки на прошлой неделе сова у меня была связана такими же спиральками после стирки они отличные и вот эти я связала также класс и не тонкие и не толстые прям зашли мне столбиками полустолбик с накидом вот никогда раньше до этого не вязала спиральки так ну и что у меня еще тут было у меня сейчас такой период в жизни один из важных этапов очередных у меня не всегда у меня получается повязать это хорошее событие в моей жизни сразу скажу да но они отнимают очень много времени сил моего морального спокойствия так скажем и не всегда мне хочется начинать вязать торопышком потому что я переживаю нервничаю конечно же по этому поводу и в один в пятницу вечером да мне не хотелось ничего делать и я вот связала ну а без дела сидеть не могу да я связала две вот таких ягодки это вообще отдыхалки позитив вот такие штучки вот не знаю как у меня будет связанием торопышками в марте месяце до конец февраля поясню опять же что связи с моим таким состоянием тревожным до них ну все кто торопышка вяжет знает да что с таким состоянием нежелательно довязать что-то для торопышек все-таки нужно это хорошее позитивное настроение но я все равно вижу я не скажу что у меня плохое настроение она у меня отличная но переживательное так скажем да когда все свершится в моей жизни я вам потом все расскажу так и я как и говорила я начала вязать палантин вот такой пряжа у меня это ангора актив от yarnart я вам ее показывала в прошлом логе что буду вязать 100 грамм 500 метров 80 процентов акрила 20 процентов шерсти мне нужно связать его в подарок вот такой ажурный узор я выбрала код у меня там решил поплакать не обращайте внимание что-то ему там не нравится если вдруг вам слышно и вот такая обратная сторона очень легко вяжется очень красиво ширина я не мерила но потом как будет готов я смирю такой не узкий но и не особо широкий да я понимаю что мне 100 грамм не хватит я так прикинула да и я решила что я добавлю еще вот такую нитку она в принципе походит подходит по качеству здесь чуть меньше метраж на 100 грамм чуть больше вернее на 100 грамм 550 метров состав практически одинаковые здесь тоже 80 акрила и 20 шерсти и я думаю что я как-то смиксую дам чтобы не хватило на хорошей длины палантин а вот все на спицах у меня нет жду 29 февраля задание в насыщенном календаре хочу повязать носочки ну и вот на этом все и так первое подключение у меня получилось такое длинное давайте я пошла вязать и уже увидимся в следующем подключении среда у нас уже сегодня 28 февраля решила к вам подключиться но у меня не особо то продвижение и есть но все равно покажу то что есть по игрушкам за эти дни я только связала одну заготовку совы вот такая решила связать сначала этот моточек и начала вязать осьминожку вот основание от осьминожки я сначала вижу вот здесь у меня 24 петли решила сейчас свяжу вниз вот эти спиральки потом я вижу отдельно самого осьминожку и уже потом вот здесь вот соединяю их да но понятно все вот такие продвижения в игрушках дальше вижу я палантин ну знаете больше на шарф похоже я добавила вот такой цвет как и говорила я не думала что этот рисунок будет съедать много пряжи думала ну раз дырявый дата будет такой воздушный но нет видите он как с 3d таким эффектом до рисунком и получается плотноватый и пряжи входит довольно таки много я показывала вам наверное где то может быть вот на этом месте я уже не помню и вот здесь видно да у меня уже пошли полосочки я вижу ряд туда-обратно вот этим цветом и туда-обратно вот этим цветом да и вот как у меня вот эта серая полоска вот она здесь как она у меня увеличилась вот здесь да но вот так я буду вязать вот здесь у меня ушло 25 грамм до того как я соединила второй моток 25 грамм дальше я решила что 50 грамм я вывяжу их вместе ну то есть 50 грамм вот это вода буду полосатить и оконцовочку я извяжу опять вот эти вот 25 грамм чтобы было в начале и в конце этого палантина шарфика да вот так вот такие продвижения и что еще я делала эту эти дни пока не подключалась конечно же вязала торопышка шапочку показывала вот такие у меня голубенькие носочки будут в комплект и я начала вязать жилетку вот у меня только верх немножко отвязан какие . да в общем вот такая полосатенькая получается а вот и сам вниз у меня будет вот такого баклажанового цвета вот все остатки я потом свяжу на буду вязать плед от угла сначала извяжу один цвет потом извяжу другой цвет и если мне этих не хватит добавлю еще какой-то 3 шерсти меня сейчас много у меня там есть и серенькая ниточка мне кажется она сюда хорошо подойдет если вдруг мне не хватит вот такие у меня дела с вязанием и еще хочу показать небольшой подарочек мне подарили книгу алла тебе привет алла подарила мне вот такую книгу видели да что я тут 2 пыталась сразу показать у меня вот эта книга уже было это один и тот же автор до перелорд вот по этой книге я вязала уже несколько игрушек они самые такие простые типичные да здесь одинаково вяжется туловище ручки ножки но уже голова и какие-то элементы вяжутся ну каждого зверька по-своему да и вот мне подарили теперь вот такую книгу здесь именно вязаные собаки вот кто не первый раз на моем канале знает что у моих детей есть бигль он вот на главной страничке вот такой малыш вязаный и я его обязательно свяжу ну как такую милоту не связать да вот нашего бигля зовут том ему уже летом будет три года вот так но если же обязательно такого малыша вот здесь разные породы собак да вот такие вот теперь в моей вязальной библиотеке появилась еще одна книга но вот и все что сегодня я хотела бы вам показать и теперь уже скорее всего до пятницы посмотрим что в итоге у меня получилось до повторюсь я мало вижу в предыдущем уже подключение я говорила да ничего пока у меня не менялась я думаю такое состояние у меня будет еще наверное месяц но я надеюсь что это будет поменьше да и в ближайшие две недели что-то прояснится у меня и будет не такое тревожное настроение ну а пока как-то так все давайте всем пока до пятницы ну и вот у нас уже пятница 1 марта первый день весны всех поздравляю и и давайте посмотрим как же закончилась моя это вязальная неделя мой вязальный влог не особо он был продуктивный но все же да а для кого-то особо для кого-то не особо все такое понятие относительное да мне кажется я очень мало связала но как есть давайте начнем с игрушек с готовых работ вообще начнем до в частности этой игрушки напомню ализабелла была у меня и готовы у меня три игрушки одну вы видели так вот этого вы видели осьминожку вот этот у меня был готов и я связала солнышку и вот еще один осьминожка кстати что вот этот что вот этот на 42 петли связан но здесь поплотнее здесь у меня послав же да и чуть по длине из-за этого я сделала его в общем вроде бы на одно количество петель в ряду получились разные да а если кому-то интересно с одного мотка со 100 граммового ализабелла батик у меня было вышло ровно 4 игрушки на прошлой неделе была вот такая совушка и вот что у меня осталось до совсем чуть-чуть я вижу вот все то есть 4 игрушки со 100 грамм а напомню у нее метраж на 50 грамм 180 метров а спиральки полустолбик с накидом вот такие три игрушки я их убираю из корзинки и переложу до суда будет уже новое навязанное еще для торопыжек у меня готов комплект как-то у меня все в одном цвете сегодня да такой мне нравится понравилось сочетание да вот такого баклажанового с голубым я не люблю присоединять просто так нитки да поэтому у меня без всяких узоров да хотя можно было и шапочку заполосатить например но я решила что шапочка мне будет вот такая носочки голубенькие но и здесь вот такой полосатенький к этому комплекте q я начала вязать плед вот я сейчас вы вижу плед от угла спицы у меня 375 один овал начала вязать у меня тут его чуть-чуть я у меня был уже плед я там заканчивала таким цветом у меня не хватало поэтому сколько хватит этого и потом вы вижу полностью голубой и потом добавлю какую-то еще другую нитку потому что скорее всего мне этого не хватит а вот это уже мой процесс на следующую неделю давайте вот так уберем и из готовых что у меня я показывала вам две прихватки ягодки ну и они меня не отпускают и у меня лишь связалась вот такая ягодка голубенькая вот такие позитивные ягодки такая цветотерапия даже открытка у меня в цвет вот этого комплекта сегодня вот так вот что-то меня на такой цвет потянуло да вот все из готовых работ это все и чем я еще занималась конечно же я вязала палантин принципе я его хорошо подвигала да по моему 48 сантиметров он у меня получился в ширину не знаю не особо палантин да просто широкий шар буду называть палантином да раз в планах был он вот у меня нитки и он у меня уже я не мерила какой в длину он у меня получается ну довольно таки вот да кстати стол у меня 75 сантиметров сейчас я померю так вот я 75 сантиметров и еще вот столько ну то есть я так предполагаю где-то метр у меня уже есть дальше буду его продвигать мне сначала казалось что как-то очень долго вяжется этот рисунок но сейчас я привыкла он очень простой конечно ну надо смотреть постоянно да не то что бывает когда вот допустим я плед торопышком вижу я могу не смотреть уже на плед посмотреть какое-то видео дали какой-то фильм то здесь мне нужно постоянно смотреть на полотно что получается вот такая она была моя вязаль на это неделя на следующей неделе я конечно же буду продвигать палантин я хочу его в ближайшие дни там суббота воскресенье понедельник закончить и конечно же хочу закончить вот этот плед все на спицах у меня ничего нету как закончу палантин я начну вязать носочки в носочный календарь вчера 29 февраля нам дали задание на март я пока его озвучивать вам не буду по этим носочком конечно же будет отдельное видео я не знаю когда она выйдет когда я их успею связать да у меня вот есть два процесса на спицах это для меня максимум 3 я не начинаю мне нужно хотя бы что-то одно из этого закончить потом я начну вязать носочки вот так ну и все теперь я подключусь с вами в лицом кадре и немножко еще поговорим ну вот я опять с вами в этом все посмотрели чем я занималась да и чем я планирую заниматься я тоже вам все рассказала еще что я хочу сказать я хочу сказать что следующий мой вязальный влог выйдет не в пятницу как обычно 8 марта а выйдет он у меня в четверг в четверг 7 марта все почему потому что сегодня я начинаю распаковку адвент календаря мартовского да я уже мне кажется все уши прожужжала вам с этим календарем что я там отправляла посылки тоже и вот я получила две посылки 1 марта каждый день мы начинаем открывать по одному подарку так как я отправила две посылки получила две я буду два подарочка открывать каждый день с 1 по 8 марта и буду записывать это каждый день на видео и 8 марта я хочу такой вот собрать все эти кусочки влог и 8 марта выпустить уже то видео да потому что если вязальный влог и адвент 8 марта ну как бы два видео в один день мне кажется это не очень будет да у меня вот тут рядом стоят две посылки я сейчас когда закончу этот влог я начну сразу снимать и буду распечатывать уже свои первые подарки а вот у меня одна посылочка вот такая в пакете я их получила давно но честно все запечатано ничего не открывала и ой и вот такая у меня вторая коробка так получилось да девочки от которых я получала получила подарки и которым я отправляла подарки они не блогеры поэтому а то что я им отправляла как они распаковывать вы этого не видите да но мы девочки будем за этим наблюдать в телеграм канале игра проходит у татьяна волынкина и она ее придумала так канал называется и у нее есть своя группа в телеграме и вот девочки будут каждый день уже начали кстати распечатывать подарки и показывает там фотографии что они получили но мы девочки блогеры будем снимать это на видео а кстати юля которая получила от меня подарочек и живет она в новосибирске вроде бы хочет попробовать снять видео и открыть и начать таким образом вести свой канал юля тебе удачи я надеюсь тебя все получится и ты покажешь что я там такого тебе на отправляла вот в общем а вот так вот напомнила вам да не напомнила вернее а сказала что влог выйдет четверг так что ждите знаете я вот в прошлое в прошлом влоге я не появилась к вам в кадре да я была аллергия у меня было настолько отекшее лицо мне до сих пор все шелушится ну да ладно две недели назад во влоге я что-то так на меня напала я там сказала что возможно мне неинтересно смотреть потому что у меня одно и то же да кому может быть оно надо это вязание торопышком в общем но у меня было столько отзывов и комментариев и в личные мне говорили да что моих влогов ждут заглядывает каждую пятницу вышло мое видео или не вышло я конечно очень рада что у меня есть мой зритель который меня ждет которому нравится то что я делаю то что я творю конечно же я буду продолжать это делать и дальше ну в общем как то так то что еще я знаете хотела еще затронуть вопрос я вот кстати их не принесла да но зря но в одних из них я сижу у меня до сих пор поступают комментарии видео видео где я вязала в конце ноября вязала носочки из пряжи подмосковной до троицкая наша что-то метод глаз попала извиняюсь я вязала там две пары носочков и до комментарии есть чтобы быстро очень притираются я что хочу сказать по этому поводу в одних из них я сижу сейчас и беленькие еще которые я показывала как я их вижу я их тоже ношу сама с конца ноября да ну пусть декабрь декабрь январь февраль три месяца я их ношу чтобы вы понимали я работаю дома поэтому целый день я хожу в носочках дома у меня четыре пары носков в обиходе который я постоянно меняю да и с моими носками из подмосковной пряжи все отлично никаких намеков на прошаркивание пока что нет но я не знаю с чем это связано я уже думала может быть потому что у меня нет паласов до или каких-то дорожек на полу у меня просто ламинат может быть трения какого-то особого нету да поэтому у меня с ними все хорошо может быть у меня такая партия попалась более крепкая ну не знаю в общем кому интересен был этот вопрос что с моими носками из подмосковной пряжи у меня с ними все отлично я так думаю даже если вот я буду носить их один сезон то есть с осени по весной они прошоркаются так как я очень люблю вязать носки и не в принципе я сколько я могу себе связать я их просто столько не снашиваю и также мои родные и близкие их столько не снашивают да поэтому мне надоедать хоть надоедает ходить в одних и тех же если они протрутся за сезон я их со спокойной совестью выкину и просто свяжу себе новые вот такое мнение мое о носочках из подмосковной пряжи ну у кого-то бывает протирается очень быстро да в обувь я не ношу поэтому но не знаю с чем связано у меня они носятся вот вроде бы всего о чем я хотела поговорить и так поди уже наболтала мне сейчас еще снимать распаковку моих двух подарочков на сегодня и еще я как закончу одно из изделий палантин либо плед-торопышка мне уже говорила начну носочный календарь носочки их тоже мне нужно снимать так как совместный проект с ним отснимать отдельное видео и уже потом выкладывать что-то мне кажется у меня столько видео будет на следующей неделе ну конечно если она с точки свяжу то я на следующей неделе выпущу видео но если не знаю как получится с моим сейчас настроем да я уже говорила об этом я сегодня жду у меня вообще в таком просто режиме ожидания сейчас нахожусь сегодня жду еще очень одно важное сообщение для меня если она случится у меня настроение поднимется то есть то есть сдвинется какая-то определенная точка до к достижению моей цели поэтому как-то так но все как всегда хочу сказать вам спасибо большое за лайки за комментарии за подписки я очень всему рада что вы мне пишете у меня тут практически не бывает плохих комментариях да иногда что-то там кому-то не нравится но я стараюсь это пропускать мимо ушей но скажу это очень-очень редко такое вообще бывает поэтому спасибо вам за все с наступлением весны у вас вот с таким пози с такой позитивной картинкой да я сегодня с вами прощаюсь но и мира добра и тепла вам до новых встреч пока пока